а я как раз под этой встала он поднял до конца и этот подъемный край меня хап вот так и ты знаешь что Игнат Тихонович он не скатился а отлетел по моему галактику и отлетел представь себе я так скатила и господи Иисусе и Сыне Божий и иду сама молитву а то запекло запекло но ничего не прорвало ничего нету я пришла слава благодарна и как я взяла прочитал а это прочитала потом всем Высшему Богу окажет прочитала Матерь Божия антиохранитель он прибегает мам тебе может быть в больницу надо все у тебя тут ничего я с ним ни слова ничего не говорю как читаю так читаю он ушел ушел я почитала и все и я давай опять одеваться и пришла ты чего пришла помогать а второй будем уходи отсюда теперь он боится где я че это мама уходи отойди а сейчас че нибудь опять сделаешь это только надо благодарить Господу Бога и вот всего и слава Богу и все и даже ничего ну шишечка вскочила вот как все все это Богом дадено благодарю Господу Бога я вот по сегодняшний день вспоминаю были в лагере мы еще до потери вот не строили ну нам надо воды а воды здесь нигде нету мы брали с разъезда а там башня стояла около башни они сделали разрезали видимо большие бочки или как-то свалили но на такой высоты корыто ну и шириной вот такой вот длинно чтобы скотина вина пила а у меня в лагере ходят босиком ну я поехал пастухи дали лошадь мы поставили туда кажется две фляги у нас были мы прятали здесь и вверху стоит мальчик и чтобы было удобнее наливать ее поставили на борт она вот так телега то на этой не дерни лошадь а фляга уже полная фляга опрокидывается и падает к ногам моим а я ногами стою на этой вот она стоять на ней нельзя но вот такая вот толщина то она не больше то если бы она упала на ногу она бы ногу мне сразу отрубила она упала рядом прям вот рядом рядом упала я по сегодняшний день во сне увижу и голову содрогаются она еще сварена так как сварка какая там неровная то она бы сразу не отрубилась сухожилия все остались бы ой 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 под граблями быть когда карагез несется ты в граблях переворачиваешься это говорю не под граблями быть когда карагез несется а я в граблях переворачиваюсь как сено я думаю только где сейчас как это зацепить что все и вдруг попала под это колено не куда они поднялись и я выскочил только мне в рубаху порвало сейчас у меня шишка здесь на голове от маленькой шишечка так осталось она осталась так вот она так наши печенюшки приправлены отравой для конфеты это отрава яд для зубов я вам дать орешки беру не надо а вот на дня дня три назад я в колодце делаю насос пускать у меня еще в прошлом году он порвался там шланг я так не делал все вёдрами отколоться в избу таскал вёдрами но тяжело давать матушка оставить тяжело сделал я насос достать шланг оттуда я сделал проволочку крючком и чтобы шланг достать туда чтоб не слазит ну и наклонился и достаю а сруб то у меня уже сгнило и сгнил он как туда поедет я только успел руками так задержаться вниз туда ну он в сторону то я если бы не задержался вниз головой в колодец дома испугался давай тогда уже это делать предостережение там чтобы поближе крышку накрыл там чтобы поменьше так вот это письмо релеевое кому говорит быть повешенным того говорит не расстреляют дядя когда дядя то его в германии хотя он там что-то не в ебошен говорит расстреляем тебя релеевое письмо а он им отвечает дядя кому говорит быть повешенным того не расстреляет потом его так и повесили а он знал да свое пророчество да не знал а он может быть так подсознательно что это не знал но ведь это только было матери открыто потом его повесили да да я знаю значит она ему рассказала то есть какой кто знает где последний день у нас закрыты внезапно живи говорит достойно слава богу я все когда говорится в писании что царстве божьем что там бог приготовил не видел глаз не слышала ухо и на сердце не приходило ни павлу никому это означает святые толкует что когда наступит вечность и люди войдут и радость их будет неповторяемая а возрастать все время когда господь откроет какие темные силы подталкивали к несчастью вот он упал под этими под гроблями лежит его переворачивает и господь знает до какого времени если бы зацепила гроблями то порвало голову там все возможно и однако вот так и вечность это все приоткроется чья молитва может мать за гробом там молилась никола чудотворец это все в полном объеме будет показано и душа будет море благодарности истощать богу господи как ты удержал меня почему я не погиб ты от меня чего-то ждал оправдал я твое доверие или нет и вся вечность будет на чувстве благодарности и словословия мы сегодня ничего не видим легли спать встали а в это время демоны вокруг тысячи страшными лицами желая страха начинала стрелы летящие там вот серафим саровский мотовелови сказал мотовелови посмотрел бы как со мной дьявол будет бороться когда я причащаюсь он говорит ваше боголюбие что ты сказал он самый малый демон одним когтем земной шар может перевернуть и он увидел однажды когда сидел писал форточка открыта густой туман лентой идет в комнату и в него в рот и заполз а дальше началось то что он описал видел червя который не умирающий брал растягивал в руки ощущал ощущал стартара холод жар такой был что я сажу просто брал и соскабрил с тела сажу но не умер это вечности все откроется куда мы идем в какие тайны мы войдем если достигнем обещанной обители насколько это важно неповторимо страшно и сегодня даже не понимаю господи я не понимаю как это но я осознаю что вот каждая икринка которая здесь добыта браконьерами сегодня находят горы этой красной рыбы которые они выпотрошивают это а рыба выбрасывает за эту вот это рыба здесь ни одна рыбина не пострадала это из водорослей сделано это может быть я говорю рыба которая нас это из морской травы сделано а это что ну это там рис внутри а это я не знаю и вот откроется какие сокровища бог давал и как неправильно пользовались нам же людям придется за все отвечать целые горы красная рыба валяется они ее потрошат берут а это контрабанда идет пишет кенька распечатают банки а там икра за убежь идет это золото и при том ее пропитывают чтобы не она не пропадала это не полезно даже и это все откроется почему нам бог не дал богатство мы бы одну икру на рожевали и отравились давно и вот тогда это все завеса снимется с тайны почему даны листья для исцеления то есть кисарих аппадокийская андрей говорит будет дано тончайшее разумение вот этих листиков тайны почему именно так вот почему вот я рассуждал вчера об этом вот такой есть архимандрит юрасов а в россии он архимандрит женского веденского монастыря в иваново это один такой в россии монастырь один такой этот настоятель ее дом который там был принадлежал органам кгб и он много лет бился там выставляли пикеты и кгб выселяем отдали вообще вещь невиданная но здание бывшая церковная и он говорит вот люди подходят году почему у меня вот так вот дети неверующие я молюсь за сына он все неверующий неверующий а выиграть посмотрите в корень он объясняет архимандрит я думаю в этом что то есть как александр меню говорил когда ты зачат был у церкви определенное правило существует правило сейчас минутку говори ну ладно мы убать мы у батюшки за столом у него день ангела день рождения посты даны для воздержания и муж женой друг друга не знаю а теперь посмотри когда ты был зачат тут не трудно вычислить то вот допустим сегодня сегодня 22 а узнать когда зачат был он 9 месяцев назад если он недоноском не был там ну или три месяца вперед наши 22 ноября 20 все октябрь сентябрь октябрь ноябрь декабрь 22 декабря зачат это что означает мы не знаем другие посты рождественский на месте это точно был зачатый во время поста точно тут абсолютно а как же божья мать родилась законов этих не было законов не было а христианский закон они как-то регулировали это а мы ни на что не смотрим а родители наши не венчанные были они не священство не имели мы в общем-то дети блуда если так по церковным канонам но бог ничто нам в минуте вину не вменяет он избрал нас он благословил наделил дарами и мы через это все как бы перешаги под милостью божьей как под великой охраной тенью от солнечного палящего зноя сегодня соблюдаем и за это надо благодарить что родители не знали господи прости такое было время трудно ведь это ужасное время было боялись друг друга но мы остались живы мать аборт не сделала мне жизнь дала господи благослови вечности ее остальное они не знали о чем я говорю это я узнал тоже из книжек только но мы то это знаю даже ум настроить на то что господи благодарим тебя мы не такие как надо было бы быть и талант данный тобой мы не сумели правильно развить может половина закопали а потом вот тебе твое это надо все привести сюда и буду в вечности и богу это представить слышал и не делал слышал и других не научил прости господи и там мы увидим его любовь ту о которой мы только слышали я когда буду умирать по мне наверно отходную молитву читать уже не надо я как был маленький и умирал и по мне уже прочитали отходную молитву на исход души и канон прочитали я лежал под святыми у нас это называется подложить на лавку под икон это под цветы ну и все и проверяли только живой или нет подносили перышко дышишь или не дышишь поднесут дышит дышит маленько перышко шевелится значит дышит ну бабушки там уже мать пришла бабушек таких как как ты серафима которые знали что-то читать они уже канонный исход души происки прочитали все ну все равно надо было все равно надо было чтобы не ошибиться вот так вот и второй раз оживил а сколько лет было да сколько там я не знаю там год может быть или полтора там небольшой был совсем самая хорошая кончина как убитый иерей даниил цисоев говорил быть убитым за христа минуем и тарство сразу христово царство но это как бы уж кого бог изберет так посчитаешь за эти лет сколько было таких случаях которые ну явно что грозили там скажем смертью остаешься живой я вот вопрос задаю ну а то собрались вспомнили милости боже это хорошо но не в библии кроме иродова дня рождения никто не отмечал ян златоуст строго запрещают справлять дни рождения подарок надо сделать сделай ему завтра послезавтра но не сегодня ты можешь только благодарить причаститься канон ангелу хранителю прочитать вот и жития святых 12 томов никто из святых не златоуст никто день рождения исправлять нигде ни разу за две тысячи лет а справляют день смерти и даты которые мы читаем память златоуст это день смерти не рождение рождение только и она креститель отмечает это грань ветхого нового завета божьей матери так уже так сказать взяли за этот день да никто же не знает а вот тут определенного номер казнен в этот день и церковь пометила дату памяти этого святого и написано день смерти лучше дня рождения соломон говорит нам как-то странно как все поздравляют сын тебя родился отец поздравляем и отца говорит обрадовал сообщив о сми аж жизни о рождении и риме говорит а он говорит будь проклят день в которой я родился и тот кто возвестил ему отцу моему как его говорит почему на великое горе я родился на великую беду а тогда это все вдруг откроется в божьей панораме в развертки полный и почему бы если бы подробно писать думаю что не книг мне некуда писать по всему миру не вместить это не бумаги не хватит не если моря чернилами сделать именно почему в этот день так и жены пошли как стражники оказались у дерева почему они бросали жребий их биография предыдущая как привела к кресту это все романист описал бы если подробно то все писать самому миру не вместить не только мирскому человеку а этому миру вот я рассказываю как меня господь призвал вообще ничем в армии служу рядом туркмены со мной узбеки таджики помню было я все три языка начал изучать чтобы им помочь но сами по себе я видел они не такие как латыши и литовцы и после армии после того как меня перемяли там везде поехал куда до москвы доехал брату заехать он меня с бородой не видал дверь открыл я стою на меня смотри чего надо я за то ли меня не узнал увидел меня как заматериться на бороду за бороды а я куда по карте посмотрел ехать в латвию подумал почему ребята латыши были какие они хорошие трудолюбивые спокойные думаю мне туда надо ехать не зачем а там меня господь найдет и и вот это вот все что к этому вело это для меня тайна ну как оно было и друг развертка будет вот смотри вот там мать молилась вот здесь ты был я тебя полуживым вытащил и все это вел я тебя к этому месту и карта у брата была и она открылась вдруг хотя у меня было бы желание поехать в грузию у меня было приглашение господь все по-другому делает и мы этого ничего не знаем вставая утром мы как будто бы так и должно быть а на самом деле ночью вокруг нас такой хоровод может быть был когда сатана в одно мгновение мог бы нас истребить балку обрушить что угодно и вдруг мы живу стали еще ногами пола не достал и скажи господи благодарю тебя как ты велик и как ты чуден и вот в день рождения припомни и скажи ведомое и неведомое страсти и ты пережил и зачем-то дал ангела хранить или он меня не убил за мои дела боже как ты дивно велик вот день рождения как бы итоги эти подбить если бог даст слезам ночной тишине искренне сказать господи ты велик и чуден еще один год позади там совсем мало осталось на донышке чем я приду и весь этот опыт который дал позволь мне умножить его раскрыть вот тогда день рождения будет на своем месте такой день рождения святые не возбраняют вот я говорю о ком это тысячи сто семьдесят три человека жития святых тысячи сто семьдесят три и ни у кого день рождения не отмечен нигде ни у одного значит это нам намек никаких там подарков ничего никто не делал за то у запрещает это говорит день рождения пророка закончился отстыкновением головы и то блюдо на котором было только что мясо подавали и тут же оказалась кровоточащая голова пророка вот что день рождения дает ну а при чем тут ирод яшнирод ну златоуст сказал зачем мне мудрствовать да был такой у нас в барнауле у баптистов иван андреевич михальков он говорит ну мирские люди день рождения справляли а какой ребенку день рождения ну мать его положила там где заходят люди а первый зашел но она там на кухне что то он бросил пальто а второй уже не видел пальто на это и когда ну кого поздравлять ты где мать то хватилась туда под одежды достал он уже давно мертвый задохнулся вот тебе деньги вот и все и весь день рождения твой он сам рассказывает очевидец может сам там и был день рождения но бог и здесь как-то родителей спасает и снова будет по-другому жизнь о рождении говорит а там как катает поезда это ну когда по разным линиям вагон это растаскивает куда на какой путь то но они шли он катится вагон то и даже не видели она ударила его вагоном то ее но он уже тихо вагон то шел один вагон просто на путях и между этими оказался там внизу какая-то посередке не засыпило ничего и осталась душа живая но мы все обратили это ко дню рождения мы на дне рождения были я сказал чтобы никогда больше не было баптист он ничего православного не знает но пришел к тому же выводу опыт человечества он очень богатый а на днях рождения вот дети поднимают ну дети давайте чокнешь ну там лимонад маленький или еще чему они научаются а когда вот такие разговоры как бог нас любит как дал жизнь как мы в этой местности жили и ничего евангелия не было и как то бог привел дал страх мать только страх божий говорила будешь в аду будешь мучиться если писать будешь там ну что мы знали это было достаточно чтобы мы нашли бога потом великий день мы благодарим бога нас крестил дедушка наставник вот на урывке он жил мурзин терентий и никогда не спрашивали родителей как называть таня маня володя миша никогда он смотрел открывал и родители вот на 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 мое на мой день ангел там и в тихий инокентий на он почему-то мне игнатьем назвал и мама спрашивает а вы спрашиваете какой спрашивать это даже спрашивать нельзя было он назначал он назвал крестил и они уже брали меня готово с этим именем его назвали аким а там рядом с акимом то другие имена никаких никаких будет севериян могут быть севериян а севериян там есть а так что то за имя и аким спрашивать я говорю ты слышал богородица дева да слышал но она по паспорту там была мария акимовна как мария акимовна ну да у нее отец и аким как но она если жила в этой местности какой бы паспорт дали ее звать мария отца и аким и как бы назвали мария акимовна так вот и у акима но его написали аким он потом кое-как выправил настоящий у нас никто и не звал что не знал даже какая история получается это он такой тихий сидит а он ревел здорово он меня мучил не знаю как я вот сегодня рассказывал дом так вот наш стоял вот как павлов дом но деревянный низко заваленка а я сильно любил это моя сестренка дуся приезжает на три года моложе а он то на пять лет моложе меня то ну и меня выправили а эту бабку то уже призвали которая поведуха то кочиха я не знаю как звать кочиху бабку то бабка Наталья вот она принимала роды а я то в это время слышу ревет кто то я вот так за окошко то уцепился они в подушку поставили я не могу выше подняться ой что с дуськой сделали что с дуськой сделали дусь это уже два года а мне то пять лет ну и что сделали то и через окошко то мне сказали мамка наша парнишку нашла парнишку нашла я то обрадовался я не знал чем это мне грозит то я потом расскажу ну а отец то пасет я побежал ну как ребятишке на одной ноге прыгать потом на другой два шага опять прыгну бегу отец видит что то веселое что тядька там мамка парнишку нашла отец помню вот так вот разгладил усы я это все запомнил вот а он ревел он ревел у него такой вот пуп торчал он ревел мне играть охота он орет но я компенсировал маленько ему кашки мать сварит в котелочке специально для него не мне но я сверху пенку эту сниму и вот чтобы не орал он лежит там я его зубки подушкой накрыл маленько придавил он замолк я побежал играть а пеленки там не стирать все мне матери там окошке нижняя шибка маленькая я в нее задом вылезу вот здесь у матушки пруд там в этом месте приду и стираю постирал домой прибегу ребятишке играет а мне нельзя а он орет паки паки а как ты подушку наложил он немножко там придавил чтобы не орал отдохнется живой жизнь он же живой не думал ты этого нет конечно я знаю что он за молки подушку там убрал он делал мне делал я его придавил маленький а потом подушку убрал он орет я только выйду и слышу паки паки да рядом была бабушка через дорогу я ее позову чтобы поводилась то я его выводил ни мать ни отец и брата Иосипа я выводил и половина Павла а половина Павла уже ему досталась у нас наследственно так шли один старший с младшим а где бы мать мать на работе отец целый день на поле тогда и последний по полдня а вот весной выгнали когда еще снег лежит и только бочежитки где-то травы и загонит когда снег покрыл землю и утром в 6 часов уже он за деревней в 6 часов уже за деревней с коровами нет таких жителей не было как сейчас вот такие и мы такие маленькие были попробуй так вечером 10 пригоняем по этим дворам бегать по стенам они никуда не выгоняют сегодня смотрю до обеда прям тут на месте в крапиве мы гоним вон куда Андреа Шиллок так за него даже туда и все лето из года в год но он видишь паки паки уже с мастерства говорил паки паки ну это я уж теперь ему это перевожу что он кричал то да просто орет и орет невозможно вот Уосик Павел спокойно были а этот невозможно кричал видишь вот это память что Господь его спас спас ну песня пригласилась давайте хотят наши братья стихотворение пропеть батюшки а что ж совать надо а нет сидите да сейчас ага специально для батюшки посвящённо 么 тебе имя при крещении в день осени и отец ними не смели выбирать ayer просто взял под святцам дедушкатери Без имени мальцы чап crust Наши мать, отец, далёкую страну Отошли уже у них, теперь не спросишь Как родился ты, а я пыль мог окно Посмотрев, кто подосла, так сильно косит Ветер дует, и мороз тебе В адресу проповедую и снова в сломанах Пописаю от фундамента до самого кармиза И на деле церковь будет не в насклане И на деле церковь будет не в насклане Ты ревел всегда, выдавливая грыжу Кашу ел, давил её в пелёнки Только выйду поиграть и паки слышу Голос твою опрокручивает плёнка Это помню только я, как старожил Такое, что застряло в памяти на стене Ты страдал глазами, сильно но ожил Доказал, чего хотел на самом деле Ветер дует, и мороз тебе Поповедую снова в сломанах Пописаю от фундамента до самого кармиза И на деле церковь будет не в назване И на деле церковь будет не в назване Мастерок отвес и кирочка в труде Кирпичи раствором намертво скрепляешь Мы кирпичики рождённые в воде По шнурту и двум углам Ты нас сверяешь Твоя крепость не спанёт Ни чай, ни коль Не бойся жареным в желудок Отравить испытание тебе В анфаске в просьбе Не утряло, не злиться В полке жить Твёрдость против нарушителей Уставок закрыты в себе Ещё на много лет Мысли думы об епископстве Самый страшный заезд Давать ответ Самый страшный заезд Давать ответ Слова-то всем понятны, нет? Я уже забыл На день рождения брату Иакиму Тебе имя при крещении в день осенний Мне отец снимать не смели выбирать Просто взял по святцам дедушка Терентий Безымянным Ты уже начал орать Наши мать и отец В далёкую страну Отошли уже У них теперь не спросишь Как родился ты? А я прильнул к окну Посмотреть, кто под осла Так сильно косит Ты Ревел всегда, выдавливая грыжу Кашу ел, давил её в пелёнке Только выйду поиграть И паки слышу Голос твой О, прокручивает плёнка Это помню только я Как старожил Кое-что застряло В памяти доселе Ты страдал глазами сильно Но ожил Доказал, чего хотел На самом деле Мастерок Отвес И кирочка В труде Кирпичи раствором Намертво скрепляешь Мы Кирпичики Рождённые в воде По шнуру И двум углам Ты нас сверяешь Ветер дует И мороз тебе Под ризу Проповедуй Слово в слово По писанию От фундамента До самого карниза И на деле Церковь будет Не в названии Твоя крепость Не спаньё Не чай И кофе Бойся Жареным Желудок отравить Испытание Тебе в анфас И в пропель Не утрировать Не злиться В Боге жить Твёрдость Против нарушителей Устава Закрепив себе Ещё на много лет Мысль Думы об Епископстве Оставить Самый страшный Завец Давать ответ Двадцать первого Девятого Ноль первого Получается Двенадцать лет назад День в день Ну кое-что ещё не исполнилось Девятого А сейчас Четыре года назад Ноль один А сегодня Первого года Ты сказал Девятого А сегодня Тринадцатый Двенадцать лет назад Батюшка Двенадцать лет назад Двенадцать лет назад Он как-то прослушал И говорит Я не пойму То ли хвалишь меня То ли ругаешь То ли хвалишь То ли ругаешь Не утрировать Не злиться О Боге Жить Мы сегодня Проводили Беседу Витя вчера попросил Провести беседу О воровстве Кто такой вор Каждый из нас Машины по писанию Смотреть Батюшка Так это Ужасно просто Ну не хочу Каждый Всё равно В чём-то Замешан в каком-то воровстве Вот о чём и речь Значит На исповеди Надо ещё и воровстве Каяться И мы сегодня Увидели Что Окружены мы этим В детстве В детстве В детстве Лазили так тоже Житворотство Да? Мы в детстве Лазили Конечно Не знаю Каялась По погребам лазили Вот надо жить У вас всех Молоко У вас всех Коровы Сметана По погребам лазили По городу лазили У вас всех Ой Вот не знаю Каялась Не каялась Не знаю И вот делала Делала А потом бежим Бежали Бежали И я Это Корову Тогда Кол Когда Корову Привязывают И я на этот кол Вот когда я на кол Влезла Повесила Вот с этих пор Я бросила Воровать Воровать Баловаться По городу Пока На ком Не залезла Да Мы ночи были в Одессе Там Анна Вознюх Ну и все говорим Кто хотел Кем быть Она говорит Я с детства мечтал воровкой стать Ну Одесса Она это город Воровской Вора мама Одесса А Ростов Говорит папа Я помню Пас Вот я два воровства своих Помню По сегодняшний день И там лох у нас Вот этот Кондрешин идет А на той стороне Кто-то косил А мутки были А между ними проход Я прошел А там сенокосилка стоит Я открыл Я семоданчик Этот Ящик железный А там пассатижи лежат А у нас дома таких не было Я посмотрел Никого нет И я их взял Когда взял Принес домой И испугался Я их спрятал По сегодняшнению Не знаю где Ни дома того нету Ничего нету А все время думаю Как пришел этот Косарь там Кто косил И как он полез И как не нашел Меня на другой день Совесть замучила Я бы отнес Но нечего нести Он залез И забыл А другой раз У нас был такой Бригадир Попков Максим Он приехал к отцу А у него лошадь И у лошади бывает Такие застежками Пряжечками Висят ремни сзади Они никакой роли Не играют Для красоты А у меня лыжи Надо было Чтобы с той стороны захватывать Я завязывал то И когда они выпивали За столом с отцом то А я их снял Снял Только снял И сразу совесть меня осудила Я до того перепугался А никого нету Я залез Вверху голубинное гнездо Я отодвинул Маленькое Под гнездо положил И они там сопрели Соржавели Я так и не воспользовался А он даже не заметил Она ему не нужна Это А уже совесть тогда Сильно судила Я вор Вот Было такое колхозное Где воровали Мы это не считали За грех Вот арбузы растут Там Ну подкрадешься На голову возьмешь Если он хрустит Его Оторвал И катишь Поистая охота Вот Было что мак воровали На той стороне Вот как вот красный Вот так вот Весь красный бугор был И мы набьем маку И целый день Жуешь А его разжевать то трудно Нам хватало Сумочка Такая вот С маком Но это тоже нельзя было Но это мы за воровство не считали Я даже не каялся Конечно Потому что нам ничего не давали Если охота была У колхозных коров Жмых воровали мы Там жмых дают Мать когда да Кому потихоньку в карман Насуешь жмыху И потом ходишь его ешь Из кормушек у коров А помню еще так Вот Отец сторожил пшеницу Здесь Ну вот Где кладбище Тут Риги стояли там А мы придем А мне сапоги сшили то Так вот А пшеница Мы вроде на кучу упадем А сам сапогом Подведу И сапог почерпнет И теперь я домой иду И по пшенице Она ноги трет Но когда домой дойду Это пшеница наша Законная добыча Мы ее высыпем И нарушилке Там мать сделает И что то съедим Яснее что было Отец инвалид войны Тогда за один колосок Могли человеку Срок накатить Намелишь травку Намнешь Вот этой мучкой За огородом у нас рос Турнепс Турнепс это как Редька вот такой длинный Нормовая Как свекла кормовая Как кормовая стекла Но это не свекла И мы туда в эту бакуто залезем Вытащим И поедим Истая охота А турнепс и брюква Это одно это? Нет Нет Брюква совсем другая Брюква круглая Она сладкая Она желтая Это белая Мы ее садили Мать парила В печке напарить Когда брюква целиком Она вкусная такая Репа была Игна Тихоныч А все таки мне пришлось Утром Что я бабула По городу лазила Да? В корчине жила Когда я Серебрененький Ты знаешь Дети Они такие хулиганы Были Они один раз Мне Внуки Коли Серебрененького Рядом жили Они у нас Наши тут Домика В одном доме Мы под одной крышей Были Да И вот это Я всегда на ночь Воду Ведро ставила Возле двери На улице На всякий случай Вода у меня стоит И они что Эту воду Вылили Сюда В этот В тамбур Мне А дверь у меня открывалась Так А на дверь Дожку положили Представьте себе Вот так вот Чтобы ты открыла и тебе ударила И мне ударили Да Вот так было А в огороде Что мы лазили по огороду Вот Господи Прости Им не у меня греха Вот это все ко мне пришло А когда я дверь открывала Дверь мне Хоп Вот так Это такой капкан Ставят на песок Кулема называется Когда он берет что-то Она его задавливает В это время Счастливые люди Фильм такой Нет Там бы это Хулиганили Страшные Видишь как А если бы Умер я раньше Я не осознал бы этого И не покаялся Если бы ты умерла Раньше До встречи с серебряником Внуками И тоже бы плохо было Да А так видишь Они приводят нас В истинный разум Да Я сегодня рассказал Как Кефрем Серин то Овечек то не он А ему Припомнил Я же сам у соседа Выпустил овечек Шесть овечек А теперь ему нахлобучили их Вот она про это рассказывает Они у нас Да По молодости По молодости жил Как сколь бессмысленно было Вот она Ты сегодня когда пришла На занятия Ты что мне сидела Говорила то Я не расслышал А ребята мне потом перевели Что А ты говорила что Батюшка уезжает Зачем он уезжает А я говорю Вот почему Я там говорю Почему мне скорбно делается Вот что я говорю Опять я слышала У матушки На месяц уезжает Потом это Валя говорит Батюшка к сети Без меня Сама подошла И до того же доступилась А вот я и говорю Почему мне всегда Скорбно бывает Как услышал Батюшка нет Опять у нас это А мы три дня назад Приходили к батюшке И просили его не ездить Мы приходили уже Ты уже за нами пришла И не зная про это Я почему у меня скорбно Я не знаю Я не знаю Опять мы будем молиться Одни Батюшка Почему вот так Что Ну что Я говорю Других отцы Батюшка уезжает На батюшке Вместо другой батюшки Ну у нас нет другого батюшки Что теперь Ну пускай дьякон у нас будет Дьякона сделай нам Ну как Вот когда Женя был Вот когда Женя был Ты бы сказала мне сейчас Сделай мне рядом кирпичный дом хороший Я бы тебе сделал Хоть через силу как-то бы Но сделал А ты просишь Чего сделать Вот Женя у нас был Да Он действительно Как в обряде Вот даже На него глянешь Два дьякона было Ни один не получился Ну и дальше что На него глянешь И то уже как-то у нас Здесь это Лоха молишься Молись хорошо И Господь пошлёт Молись хорошо Чтобы Господь дал Ну не знаю А мне надо пообщаться И отдохнуть надо Я в этом году Сделал всё В городе Храм Уголь дрова заготовил Крышу покрыл Не бежит Здесь я Дрова Уголь заготовлено Всё Ну Женю надо опять как-то сделать Женя Никогда священником не будет Не священником Хоть и дьяконом И дьяконом Он сейчас не может быть Он под этим Да уже наверное прошло Да я не знаю Нет Служить то ему никто Читать Или кто Ему никто не запрещал Да Он может в подряд Он в подряд С него никто Подрядник не снимал Да Он не снятый сам Ну нехорошо он Стоит Ну я его селом же вперёд Не затолкнут И почему такая-то Это его право Ну Хочешь у меня Чтоб он там стоял Его право Он может в подряднике Стоять Он причащаться Должен в алтаре Он даже если причащаться То он только в алтаре Он сам они лишены А почему он сам себя отучил Ну Просишь он Поговори с ним сама Просишь он не берёт Ну поговори с ним ты сама А то что с ним говорить Ну вот тебе Кто я такая Что он мне покушает Сошли бы не это Дьякона то не просто Ты сделай дьякона Сделай дьякона И всё Как будто бы Пирог с печенью Жень Поставить надо А так что ты батюшка Не езди никуда Никуда Вы что меня совсем хотите что ли Ну что это Мне необходимо То что есть у нас сегодня Я езжу Вы видите что всё идёт Вот они поехали Езди было остановиться и всё А я бы не ездил Не было этого у меня друга И бы остановиться нигде Может было бы А как хорошо было Смотри сколько они Ну Хорошо то хорошо Хорошо Ничего не скажешь Который руку то порезал Да Они приняли нас как ангелов В моей жизни Вот когда мы ездили Не было такого А я в прошлом году ездил Я с ним Всё договорился Посмотрел место Где оставлять у него Пойдёт Я говорю Пойдёт это место Всё Он как Что там Я говорю Ничего не надо никаких Они сами себя обслужат Ну как сами себя Надо что-то Ну Ну нельзя так Я приехал Поехал на каких-то три недели Ну и что же Вы Вы даже наоборот Батюшка поехали Пообщайся С друзьями Я говорю Батюшка там едет Другие шли Это Веселит А у нас Веселит Я вас весь год веселю Ну как же Каждую неделю Туда-сюда Туда-сюда Веселю Я сегодня И в городе повеселил И сюда приехал Это опасно в дороге Да к везде Опасно к колодцам подходить До дома А там тебя и хоронить Некому будет Да пиздец Вы бы нашли Только меня через неделю Хватились бы Собачи в колодце Опасно Я поехал когда Составили специальное завещание Завещание большое Как меня похоронить В каком месте Виктор Андреевич это сделал Наняли переводчика на английский На немецкий На французский За все заплатили И меня чтобы выпустили Покойника Когда я буду И с собой Виктор Николаевич Отвечает за меня Если с ним что случится За мое тело Отвечает Севастьян Эдуард Викторович Севастьян И все это было У него то ничего нету У него Завещания даже о теле нету Та вот что печально то И вот тут всегда один ездить Да? Да один А у нас батюшки всегда Это Послушненько с собой Одному опасно Очень опасно А ты вот всегда Вот это Скажи Христос посылал 70 по 2 12 по 2 По одному Никогда не посылал? Нет Всегда по 2 Я только проехал А там я уже по 2 Там по 2 по 3 уже Я один то никуда не А здесь я не один Это 300 на тысячу километров Он считает за так проехать Одного нет Лег поспал Встал и опять поспал И все Неправильно Я сам один ездил И знаю что это неправильно Да Послушненько с тобой надо Я еду с послушницей Не один Послушница со мной едет А кто едет? Матушка дома Ну Матушка Вот вам сейчас скажи кто едет Еще бы Вы сказали А это не того ты взял Не такая послушница Ты не один да? Не один еду С послушницей еду А ну он ведь Не знаю Не знаю А так Я один не ездил Вот я раньше ездил Я в мостопоезде работал Мы 6-8 человек Я не один над Богом Нет 6-8 человек И послушница со мной еще одна Потому что я не один Значит я с другом И он знает мы ездили 6-8 человек всегда ездили Никогда по одному не ездил Я не доеду У меня дорога на нескольких станциях Приходят Друзья Проведают Приносят что-то в дороге Доеду В Омске подходят В Ушиме подходят В Тюмени подходят К поезду ко мне Друзья Ну А в вагоне ты сидишь Кто к тебе подходит Подходит Люди Люди Подходят Беседа Бывает Беседа бывает Но С людьми Я заявляю Я против Чтобы батюшка уезжал Ну поднимите руку Скажите кто за то Чтобы батюшка ездил Поднимите руку Ну посмотри Так Кто за то чтобы батюшка не ездил А был здесь Отдыхал грибы собирал Поднимите руку Вот посчитайте За то что батюшка сидел дома Не ездил Не рисковал Ну посчитай Матушка Так Видите Второй Третий Четвертый Пятый Шестой Смотри сколько Здесь уже кто Виктор Павлович Что же он скажет против Твоего слова Он не скажет А это его слово Почему оно мое то А кто воздержался Послушай Это его любовь Притом все это мы говорим по любви А матушка что она скажет Ой кто мне печку топить Надо свои же все интересы только Использовать Но Обо мне то не думают о своих интересах Вот как раз о тебе думают Я когда жила в этом В Котчиной А по мне думали Летели раз Даже не расстраивались Знаете что это Сейчас сейчас подожди Я скажу Была я в Котчиной И ехала я сюда Потеряевку Да Владыка ехал Ты ехал Да Ага И вот У вас никакого послушника не было Они улеглись А спят А я не спала Смотрю Говорю Кто за ним вот смотрит Никто не смотрит А дьявол то что нибудь уже Приготовит А у вас послушника не было Подойди Лицо то с этой стороны Не с затылка Что Обязательно сказать Только посреди учеников Ты пришел Спаси мирное Приди к нам И спаси нас Слава Свою Сыну И Святому Духу Спасибо Спасибо Спасибо